Здравствуйте! Вы, конечно, в курсе, что свет, оптическое излучение, это электромагнитные волны. И, в принципе говоря, этот самый свет, электромагнитные волны, ничем не отличаются ни от рентгеновского излучения, ни от гамма-излучения, ни от радиоволн, которые несут нам, так сказать, через эфир музыку, изображение телевизионное и всякую информацию там для компьютера. Это электромагнитные волны. Как мы справляемся с излучением света или с его приемом, с регистрацией? Ну, свет мы принимаем, каким образом он у нас поглощается в некоторых приемниках. Поглощается свет, скажем, в полупродниковом приемнике, выбивает там, значит, электроны, электроны наши там, как антиэлектронная система, регистрирует. Вот так вот. Или на фотопленку свет падает, под его действием там провоцируется некая химическая реакция, которая потом проявляется в процессе проявления. У нас в этом месте потемнение на пленке. Вот так он как-то вот регистрируется. А радиоволна регистрируется совершенно по-другому. Абсолютно по-другому. Радиоволна, она ведь такая длинноволновая. Ну, что такое оптическое излучение? Ну, это где-то полмикрона, да, 500 нанометров. Ну, вот характерная длина. Плюс-минус там 200-250. А радиоволна, ну, от миллиметров до километров. И эти миллиметры и километры, они наводят электродвижущую силу в кусочки проволоки, в кусочки проводника. Это называется антенна у нас. И мы с этой антенны принимаем сигнал, считываем. Причем бывает очень сложная антенна. Это называется так, АФУ, антенна-фидерное устройство. Не обязательно эта антенна вот так, как я сказал, как в радиоприемнике детектором натянули проволоку, и с нее, значит, собираем сигнал, который там радиоволны навели. А эта антенна может его искажать, изменять, да, отражать, всяко преобразовывать этот сигнал. Антенна-фидерное устройство, одно слово. Так вот, оказывается, давайте так вот подумаем, помечтаем. Значит, длина радиоволны, которую мы принимаем с помощью антенн, ну что там, метры, десятки, сотни метров. Длина антенн, на которую мы принимаем, метров 30. Можно такую повесить антенну, большую, очень эффективную, к ней можно детекторный приемник даже подключить, он будет без батареек работать. Ну, бывает покороче антенны. Помните, в наших вот радиоприемниках портативных, вот такая вот вытягивалась антенна, да, вот. Ну, какие-то маленькие антенны внутри вмонтированных корпусов наших мобильных телефонов, это же тоже радиосвязь. Вот, вот как-то они так вот работают. Ну, скажем так, это вещи все сравнимые с длиной волны, меньше длины волны, да, вот если говорить о длинноволновых радио в диапазоне, там сотни метров, а у нас антенна там вот сантиметры, да. Так вот, в наше время появилась возможность новая, слово такое, нанотехнологии. Научились делать наноразмерные проводники. Естественно, они на что-нибудь напыляются. И изготавливается наноантенна размером как раз таким для диапазона оптического излучения. То есть оптическое излучение падает у вас на вот эту систему наноантенн, на вот это вот антеннофидерное устройство, АФУ, предназначенное для работы в диапазоне оптического или там инфракрасного излучения. И с этой антенной можно работать. Вот. Есть, правда, одна проблема. Одна проблема есть всё-таки. Дело в том, что вот когда мы с обычным антенным устройством работаем, как с источником сигнала для радиоприёмника, то частоты снимаем с него, да, вот те самые радиочастоты, мегагерцы, килогерцы, гигагерцы, вот с ними и работаем. С этими частотами у нас хорошо работают там все эти наши полупроводниковые приборы, а вот те частоты, которые оптического излучения, с ними наши ещё приборы работать не умеют. Такие вот ёмкости, индуктивности, не тот диапазон. Поэтому сейчас пока вот эти вот антеннофидерные устройства для оптического излучения, они играют роль только вот преобразователей, отражателей. Вот такие вот вещи. Всех благ вам. До свидания. Удачи.